41. Ещё одна излюбленная сказочка. Гитлер обманул Сталина, и тот не готовился к войне. Одни демократы твердят, вообще не готовился, другие хотел напасть первым. Опять торговаться не могут. А вот правда. На заседании Политбюро в конце мая 41-го года Сталин сказал, обстановка обостряется с каждым днем, и очень похоже, что мы можем подвергнуться внезапному нападению Германии. Конец цитаты. Не готовился? Видел он, ещё глубже. Нападение готовится при поддержке монополистов США и Англии. Англо-американская агентура стремится как можно скорее бросить Германию на Советский Союз. Суть этой политики – стравить Германию и Советский Союз, чтобы самим стоять в стороне и, как это свойственно англичанам, загребать жар чужими руками. Они надеются после взаимного истребления Германии и Советского Союза безраздельно господствовать в мире. Конец цитаты. Так и было. Уже 23 июня 41-го года сенатор и будущий президент США Трумэн проболтался о газете Нью-Йорк Таймс. «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше». Конец цитаты. «Для того они и слали нам снаряжение по Ленд-Лизу. И чтоб преодолеть свой экономический кризис, поднять производство, сократить безработицу, Ленд-Лиз был чертовски выгоден Америке. Нам он помог, не спорю. Мы получили 4% от того, что сами произвели в годы войны. Это не так мало. Но для США смысл поставок – пусть они убивают друг друга». Отчего война все-таки началась неожиданно? Почему Сталин проигнорировал дату 22 июня, сообщенную Рихардом Зорге? Да потому что дат разведка принесла ворох. Весной 41-го, 15-го апреля, конец апреля, 1-го мая, 4-го мая, начало мая, 15-го мая, 20-го мая, конец мая, 15-е июня, около 15-го июня, во второй половине июня, конец июня. И Зорге называл разные даты. Вы бы поверили одной из них, когда несколько уже оказалось ложными. Кстати, есть информация, что о 22-ом июня никто не сообщал. И трогательная история Зорге – хрущевский вброс. Другую сторону проблемы раскрыл ГК Жуков. По указанию Гитлера, фельдмаршал Кейтель издал 15 февраля 41-го года директиву по дезинформации противника. Чтобы скрыть подготовку к операции по плану Барбароса, были осуществлены многочисленные акции по распространению ложных сведений. Перемещение войск на восток подавалось в свете величайшего в истории дезинформационного маневра с целью отвлечения внимания от приготовлений к вторжению в Англию. Были массово напечатаны топографические материалы по Англии. К войскам прикомандировались переводчики английского языка. Подготавливалось отцепление некоторых районов на побережье проливов Ла-Манш, Падекаля и в Норвегии. Распространялись сведения о мнимом авиадесантном корпусе. На побережье устанавливались ложные ракетные батареи. В войсках распространялись сведения в одном варианте о том, что они идут на отдых перед вторжением в Англию. В другом, что войска будут пропущены через советскую территорию для выступления против Индии. Чтобы подкрепить версию о высадке десанта в Англию, были разработаны операции «Акула» и «Гарпун». Пропаганда целиком обрушилась на Англию и прекратила свои обычные выпады против Советского Союза. Конец цитаты. Дезинформировали на высшем уровне. Так что угадать день вторжения было нереально. А главное, внезапность вообще ни при чем. Ведь в 1942-м немцы опять мощно ударили и вошли в Сталинград. Второй год войны стал катастрофичнее первого. Почему? Ведь уже никакой внезапности. Потому что немцы были сильнее. Повторю, они вобрали почти всю континентальную Европу. И та снабжала их техникой, боеприпасами и сырьем. Одни чешские заводы «Шкода» давали военные продукции немногим меньше, чем вся промышленность Британии. Даже независимые Швеция и Швейцария поставляли рейху, железную руду и точные приборы. На заводах самой Германии трудилось 10 миллионов рабочих из других стран. Это позволило мобилизовать четверть немцев. У нас же призвали в армию лишь одну шестую часть населения. Остальные были необходимы в промышленности. Кроме того, за Германию воевали Италия, Испания, Дания, Норвегия, Словакия, Хорватия, Финляндия, Венгрия и Румыния. Но небольшую часть войск немцы держали на Западном фронте против англичан. У нас реальных союзников не было. И весьма значительные силы пришлось держать на Дальнем Востоке, чтоб не вторглась Япония. Кстати, за Гитлера воевали и добровольцы из стран, не объявивших нам войну. Только в плен к нам попало почти полмиллиона французов, чехов и бельгийцев. А сколько их участвовало в боях, не сосчитать. Вся Европа, как в 812-м, вновь единодушно напала на Россию. Это не мое мнение, это факт. Немецкий автор признал еще в 1953 году, «Большинство добровольцев из стран Западной Европы шли на Восточный фронт, потому что усматривали в этом общую задачу для всего Запада». Гитлер поведал о том же. «Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются поселения настоящих германцев. Наша задача – передвинуть эту границу, возможно, дальше на Восток». Опять речь обо всей Европе. Чем же мы их так обидели? «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Жадность банальная. У нас много земли и ресурсов. Да и людей хочется в рабство обратить». В итоге силы вторжения в июне 1941-го превосходили советские войска западных округов по личному составу в 1,9 раза, по тяжелым и средним танкам в 1,5 раза, по боевым самолетам новых типов в 3,2 раза. Вообще танков и самолетов мы имели больше, но в основном старых. Новые машины выпустить массово мы не успели. И еще гитлеровцы в Европе получили не просто боевой опыт, а опыт легких побед, что психологически очень важно. Враг был сильней. «Но почему мы заранее не провели всеобщую мобилизацию? Ведь армия бы окрепла». Верно. Но что означает мобилизация? Вспомните ранние главы этой книги. Как локальный конфликт перерос в Первую мировую. После мобилизации русской армии ее тихо не провернуть, и она означает готовность напасть. Наша мобилизация позволила бы Гитлеру объявить нас агрессором. После этого с нами бы не вступили в союз Англия и США. Союзники из них хреновые, но лучше так, чем никак. Немного они нам все же помогли. А почему приграничные войска не привели в боевую готовность? Потому что привели. Не верьте сказкам. В мае-июне из внутренних округов к границе переместили пять армий. 14 мая нарком обороны приказал досрочно выпустить курсантов в военных училищ и академий последних курсов и отправить их в войска. А непосредственно перед вторжением было вот что. Из воспоминаний генерал-полковника Полу Боярова Прибалтийский особый военный округ. 16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о приведении соединений в боевую готовность. 18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. Генерал-майор Фадеев, командир 10-й стрелковой дивизии 8-й армии. 19 июня 41-го года было получено распоряжение от командира 10-го стрелкового корпуса генерал-майора Николаева о приведении дивизии в боевую готовность. Все части были немедленно выведены в район обороны, заняли дзоты и огневые позиции артиллерии. С рассветом командиры полков, батальонов и рот на местности уточнили боевые задачи согласно ранее разработанному плану и довели их до командиров взводов и отделений. В целях сокрытия проводимых на границе мероприятий производились обычные оборонные работы, а часть личного состава маскировалась внутри оборонительных сооружений, находясь в полной боевой готовности. Генерал-майор Абрамидзе, Киевский особый военный округ. 20 июня 41-го года я получил шифровку Генштаба. Все подразделения и части вашего соединения, расположенные на самой границе, отвезти на несколько километров на рубеж подготовленных позиций. На провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность. Исполнение донести к 24 часам 21 июня 41-го года. Точно в указанный срок я доложил о выполнении приказа. Конец цитат. Внимание! Вблизи границы имелись подготовленные оборонительные позиции. И второе. Предписывалось не вестись на провокации, лишь пока немцы не нарушат границу. Врут, будто Сталин приказал вообще не отвечать на провокации, и поэтому, дескать, войска не стреляли даже в наступающих немцев. Теперь вы знаете правду. Готовность приграничья подтвердит и маршал Василевский. 19 июня эти округа получили приказ маскировать аэродромы, воинские части, парки, склады и рассредоточить самолеты на аэродромах. Конец цитаты. Однако, поднять войска велели прибалтийскому и киевскому, украинскому округам. А западному, белорусскому, нет. Но не ясно. Приказ не ушел из Москвы или его скрыл командующий округом ДГ Павлов? Нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Жуков продолжали тухачевить. Мол, не будет удара в центр через Белоруссию на Москву. Я уже цитировал записку Жукова Сталину. И именно удар в центр привел к катастрофе. Украина и Прибалтика защищали скрепко и имели шанс не пустить противника вглубь страны. Но из-за провала центра рухнула вся система обороны. Потому и возникла версия, что Тимошенко и Жуков – предатели. И, возможно, приказ в Белоруссию они не послали нарочно. Впрочем, если они и честны, именно они отвечают за провал при начале вторжения. Сталин ведь им доверял. В военные дела не совался. До войны ему более чем хватало прочих проблем. В частности, он блестяще решил задачу геополитическую. Первое. Япония на нас так и не напала. Второе. Англосаксов удалось превратить пусть в хреновых, но союзников. Это о решении Конгресса США 17 апреля 41-го уточнит тот, кто в теме. Не совсем. Поясню для новичков. Гуляет информация, в частности с подачей историков Фурсова, о решении Конгресса помочь жертве агрессии. То есть, если напавшим будет признан СССР, то Америка поможет Гитлеру. Ну да. И что не так? Беда в том, что нигде нет ссылки на источник. Судя по всему, 17 апреля 41-го Конгресс такого решения не принимал. Да и не мог. Такое решение было бы слишком опрометчивым, ставило США в зависимости от случайных обстоятельств. И правят штатами банкиры, Конгресс лишь для вида. А главное, реально помогать англосаксы не собирались. Ни нам, ни немцам. Они всегда воюют чужими руками. Но все-таки не поддаваться на провокации и предельно оттянуть мобилизацию было крайне важно. Зачем? Чтоб сформировать на Западе общественное мнение. Обычно банкиры на него плюют, но во время войны оно становится важным. Массы взвинчены, за собственную жизнь трясутся и могут изрядно повлиять на события. Нам важно было доказать всему миру, что СССР ни в коей мере не агрессор. Иначе англосаксонским властям труднее было бы организовать ленд-лиз. Им он был гораздо выгоднее, чем нам. Это почему? Позже отвечу. Но и нам эти поставки помогли. Без них наших погибло бы больше. В общем, у поражений 41-го года была масса причин. А вот внезапность тут ни при чем. Но сам Сталин о ней заявлял. А что ему оставалось? Открыто сообщить, что генералы то ли в сговоре с Гитлером, то ли некомпетентны? Это помогло бы обороне. Пришлось выдумать нейтральную причину неудач. Но верно и другое. Ни с каким начальством и ни при каком чуде катастрофы 41-го года было не избежать. Это почему? Чтоб ответить, забежим в 943-й. Систему обороны на Курской дуге мы подготовили по всем правилам. Глубиной до 200 километров. С сотнями тысяч мин, с траншеями и дотами. Противник измотан. Никакой внезапности. Наша армия полностью отмобилизована и имеет боевой опыт. И что? Немцы прорвали эту оборону за 17 часов. И что это значит? Даже если бы весной 41-го мы изрыли траншеями полосу в 200 километров шириной вдоль всей западной границы, снеся там все города и деревни, загубив сельское хозяйство, мобилизовали всех и точно знали час удара, немцы все равно прорвались бы вглубь страны. Потому что не давили тупо по всему фронту, а концентрировали многократное превосходство в местах прорыва. Следующее вранье. В первые дни войны Сталин от страха залез под стол, под кровать, в чулан, нужное подчеркнуть. Узнав в моей книге факты, вы уже чувствуете, что испуг, прострация, бегство – это не про Иосифа, не его характер. Есть и документ, журнал регистрации лиц, принятых Сталином в 24-53 годах. Рабочие дни вождя в начале войны расписаны плотно и подробно. Он был в Кремле. Однако воспоминания о тех днях Молотова, Микояна, Жукова и так далее расходятся веером. Ничего общего. Таили что-то важное? Или обычное искажение памяти? Не знаю. Но вот вам урок. Можно ли бездумно верить мемуарам? Говорят, будто Сталин брякнул тогда в узком кругу. Ленин оставил нам великое государство, а мы его просрали. Не верю. Ведь Иосиф уже с начала 30-х предвидел вторжение и готовил оборону. А почему 22 июня по радио воззвал Молотов, а не он? Сталин вообще редко выступал, а на радио не появлялся до того несколько лет. Его голос смог вызвать панику. Сам говорит, значит, катастрофа. Еще не было ясности, война это или очередной приграничный конфликт вроде Холхингола нагнетать страсти голосом вождя сочли вредным. Молотов лишь полтора месяца как перестал быть главой СНК, то есть государства, что длилось аж 10 лет. К нему привыкли, так что его речь была уместна. Но, возможно, бредом о прострации прикрыли иное. Брежет туманно, будто у Иосифа в начале войны вскочил нарыв в горле с температурой 40, будто он жестко ругался с Жуковым, будто на даче ждал ареста. Это недоказуемо. Но вот факт. 23 июня создали ставку главного командования, руководимую наркомом обороны Тимошенко, куда Сталин вошел рядовым членом. И лишь 30 июня появился ГКО, Государственный комитет обороны, со Сталиным во главе. Позже он возглавил и ставку, ее переименовали в Верховного главнокомандования, а точнее собрали заново. То есть неделю Сталин обороной не управлял. Что это значит? Может, просто не счел пока нужным брать на себя военные функции, а вось генералы сами справятся. Но вкупе с враньем очевидцев, со слухами о нарыве и ругане, об ожидании ареста, возможно, попытка переворота все же была. Пока партархив секретен, эту тайну не разъяснить. Оттого и по радио он выступил лишь 3 июля, догадаетесь вы. Раньше не пускали? Как знать. Момент темный. Но с начала июля официальная версия сомнений не вызывает. А насчет параноика Сталина послушаем очевидца. В первый раз он выехал на фронт в страшном июле 41-го года. На Малоярославском направлении он осматривал местность, чтобы определить, где сосредоточить войска для обороны Москвы. В сентябре 41-го года мы сопровождали его на Можайско-Звенигородскую линию обороны. Когда проезжали какую-то деревню, пацаны узнали вождя, бежали за машинами. Сталин на фронт едет! Ура! Ездили, как правило, двумя машинами. На одной Сталин с двумя телохранителями, на другой три человека охраны. Плюс на автобусе 30 человек вспомогательной охраны. В октябре 41-го года Верховный поехал в 16-ю армию Рокоссовского по Волоколамскому шоссе, чтобы посмотреть, как действуют Катюши. На фронте есть неписанный закон. После залпа сразу меняй место, так как тут же последует арт-удар и накроет авиация противника. Была осенняя распутица, и Поккарт Сталина сел на брюхо. Реактивные установки после пуска ушли, а мы застряли. Сталина пересадили в 8-цилиндровый форт, Поккарт подцепили танком и устремились к шоссе. Начался арт-обстрел, знали бы фашисты. Приехали мы к генералу Захаркину на фронт, а над головами наши истребители с фашистами ведут бой. Сталин вышел из машины, смотрит вверх. Вокруг раскаленные обломки падают и шипят в мокрой траве, как змеи. И начальник охраны Власик стал уговаривать Сталина уйти в укрытие, а тот отвечает с усмешкой «Не беспокойтесь, наша бомба мимо нас не пролетит». Конец цитаты. И еще. Некоторые утверждают, что посетителей перед кабинетом вождя обыскивали, что под креслами находились электронные приборы для проверки, не спрятал ли кто-то оружие. Ничего подобного не было. Во-первых, еще не существовало и электронных систем, а во-вторых, за все 4 года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и не подвергали каким-либо проверкам. Между тем, в наиболее тревожные месяцы 41-го года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня был маленький Вальтер, который легко можно спрятать в кармане. По приходе в Кремль следовало спрятать пистолет в сейф, но никто не проверял, не взял ли я оружие, отправляясь к Сталину. Конец цитаты Паранойя, мнительность, трусость Продолжение следует